В этом году традиционный областной конкурс юных флористов посвящен году педагога и наставника. Соревнуются 8 команд из Жгулевска, Сызрани, Ставропольского района и Самары. На выполнение двух заданий командам дается 2,5 часа. Далее живые модели и цветочные композиции презентуют в театрализованной форме компетентному жюри. Вот у нас образ такого художника эпохи средневековья. У него есть плащ, у него есть беретик, у него есть обязательно палитра, на которой располагаются все его краски. Студенты Самарского многопрофильного колледжа имени Бартинева представили образ современного педагога. Вот это сделано, пока не заклеили до конца цветами, можно обратить внимание, там каленая проволока, которую на шуруповерте обработали цветными нитками, сделали из нее узор, скрепили эти детальки вместе и, соответственно, получился вот такой у нас элемент, на который надели просто бульоночку флористическую, на которую, вот смотрите, вот здесь просто вот у нас наклеены цветочки. Это такая техника флористическое накалывание. Должны использовать живые цветы или элементы декора, которые четко указывают на специальность педагога. А второе задание – это флористическая модель костюма, в которой они тоже используют живые цветы и в которой они отображают профиль обучения педагога или наставника. Его сущность педагога, как они представляют себя, это очень красиво. И так что, ну, дети это просто надо сказать таким талантами и обладают, что они такие вещи делают, это просто неимоверно. В жюри конкурса – профессиональные цветоводы, флористы и бывшие педагоги детского эколого-биологического центра, которые взрастили любовь к растениям у сотен ребят. К примеру, Александр Хайдуков. В прошлом – победитель конкурса, сегодня – дипломированный эксперт, специально приехавший из Москвы. Сейчас мне это в жизни очень пригождается, сейчас я уже сам педагог, и я закончил международную школу флористики. То есть, благодаря этому конкурсу я всегда теперь живу цветами, и флористика – неотъемлемая часть моей жизни. Очень интересно наблюдать, как следующие поколения передают через цветы смысл профессий, жизни, творчества. В двух разных заданиях оценивалась техника исполнения, соответствие образа заданной теме, подача и креативность. Мы решили посвятить свою композицию учителю изобразительного искусства, который с нами сюда приехал. В данной композиции мы использовали такие растения, как розы, статица, листы и хосты, также тут встречаются, а также предметы, используемые учителем ИЗО на уроке изобразительного искусства. В этом году главный приз конкурса достался команде «Пионы» из школы «Благое отрочество» поселка Мехзавод. Марина Баркова, Александр Дудко, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова